Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, как я и обещал, мы поговорим о веревке, а так как веревка это пьеса Патрика Гамильтона и наш новый спектакль, который ставила ваша покорная слуга, то сегодня, наоборот, для разговора со мной я пригласил замечательного, ну и, в общем, известного в Омске интервьюера, телевизионного режиссера Вадима Березикова. Здравствуйте, Вадим! Здравствуйте! Я, как телевизионный человек, естественно, забыл выключить телефон. Секундочку, простите, я выключил. Это правильно. Здесь начинаются законы театра, здесь нужно выключать телефон. Это и телевизионный, и в том числе закон, да, на съемки обязательно выключать. На самом деле, вы очень рискуете, потому что, мало того, что я не люблю Хичкока, вот, я не люблю триллер и ужастик, вообще как жанр, кроме того, я еще и не был на вашем спектакле, вот, поэтому предлагаю сверхзадачей сегодняшнего интервью, мы все равно занимаемся интервью, да, сделать то, что вы меня должны убедить, чтобы я пришел на спектакль, либо посмотрел заново фильм. Ну, отлично, постараемся. Вот, смотрите, изначально этот фильм, я говорю о фильме, пьесу я не читал, да, вот, получается, как с Бродским, да, я... А ее еще сложно у нас прочесть, да, и у нас очень сложно почитать текст, это правда. А потому что она не... ну, насколько мы поняли, она не переведена, и мы переводили сами. А что было? Трудности перевода были? Трудности перевода были, были, потому что, если ты имеешь представление о тексте пьесы по фильму, то, как только ты начинаешь влезать в пьесу, ты обнаруживаешь, что ты очень глубоко на нее заблуждался, да, это примерно так же, как, ну, знаете, как бывает, когда тебе пересказывают тот или иной фильм или спектакль, да, потом ты приходишь и обнаруживаешь, насколько все преломлено уже чьим-то взглядом, да, ну, и начнем с того, что она вдвое больше, просто она очень... она... это большая пьеса, там масса всяких нюансов, которые Хичкок осознанно выпускает, да, также точно есть масса нюансов, которые мы выпускаем, потому что, в общем, по большому счету, мы делаем такой авторизированный тоже перевод, вот, потому что все-таки пьеса, пьеса при всей такой современности довольно старая, да, она уже к моменту, когда Хичкок фильм снимал, было лет, по-моему, порядка десяти, то есть она еще довоенная, и, конечно, чуть-чуть театр меняется, она очень многословная, они так подробно разговаривают, как иногда не разговаривают у Шидлера. То есть это не Хичкок? Это не совсем Хичкок, это не совсем Гамильтон, хотя это Гамильтон, конечно, базово, вот, ну, для меня, конечно, такая игра с Хичкоком чуть-чуть важна. Важна. Вот, смотрите, по поводу трудностей перевода, да, в том числе и трудностей, там, авторского прочтения того или иного, как я увидел фильм, два, скажем так, представителя нетрадиционной сексуальной ориентации. В пьесе это вообще очень форсировано, мы этот мотив вообще убираем. Слава богу, это, кстати, камушек в ту чашку, которая за поход в театр, потому что меня, на самом деле, это очень сильно. Нет, мы вообще убираем этот мотив, он здесь, на мой взгляд, вообще не важен. А зачем это было Хичкоку? А Хичкок, насколько я понимаю, понимаете, как бы по большому счету тоже пытается этот мотив снивелировать, и там ведь не столько, на мой взгляд, это вылезает, опять-таки, да, ну, в том, что Хичкок снимает, сколько это вылезает за счет текста. Эта пьеса начинает пролезать. Он специально искал актеров, вот именно той самой ориентации. С одной стороны, да, с другой стороны, потом, самое смешное, что когда он их нашел, уже если следовать тому, что он сам говорил об этом фильме, он решил вообще убрать этот мотив из фильма. Ну, слава богу, его нет, потому что мы из движения антигенеи. Нет, у нас этого момента совсем нет. Хорошо, есть еще одна вещь, потому что, на мой взгляд, это, ну, прям, особенно сегодня, да, с одной стороны, с таким, ну, в общем, отчасти табуированием у нас этой темы, а с другой стороны, именно с тем, что от табуирования оно становится ужасно, какой-то навязываемый и такой, прям-таки, злободневный, это такое неправильное смещение акцентов. Для меня важно, что это два молодых, очень молодых человека, потому что по истории там ведь у Хичкока меня гораздо больше раздражает другое, даже не их ориентация, а их возраст, да, потому что там два студента, у Хичкока, простите меня, довольно взрослые артисты, особенно тот, который главный герой, Брэндон, и это очень меняет, ну, суть, да. Да, если мы посмотрим на сегодняшних студентов, да, ну, как бы, это совсем другой возраст, это даже такая, ну, скажем, большая гораздо степень инфантильности, да, это ведь очень важно, что это по-своему при всей страшности такая немножко инфантильная история, да. Абсолютно. Люди услышали когда-то у учителей некую идею, которая в их таком периоде полового созревания на них очень сильно воздействовала, особенно на одного, и он ее начал раздувать до нитшанских масштабов. Есть красивое слово, протубертатный. Да, да, в протубертатном периоде, понимаете, да, и он раздувает ее до уровня просто нитшанского, да, но все это ложится вот на, простите, ну, крайнюю молодость и крайний такой именно юношеский нигилизм, на именно юношеское самомнение, на именно юношеский максимализм, на все вот это вот юношеское, что там есть в кучу, да, и это довольно важно во многом поэтому эта история и место, на мой взгляд, в Театре Юного Зрителя, как бы мы ее там возрастной не маркировали, вот. Из этого Дэвид Кентли сделал последний глоток. Пусть это будет лимонад или даже пиво. Мне всегда казалось, что Дэвиду не пристало пить нечто столь вульгарное, как виски. А еще ему не пристало быть убитым. Наверное. Но добрые американцы обычно умирают на поле брони, не так ли? А такие, как Дэвид, лишь напрасно коптят небо. Именно поэтому он идеальная жертва для идеального убийства. К тому же он бывший студент Гарварда. Чем не оправдание для убийства? Он мертв, мы его убили, он все еще тут. Не пройдет и восьми часов, как он будет славно и надежно покоиться на дне озера. Вот смотрите, по сути, этот продукт, это произведение, да, оно пытается ответить на тот же самый вопрос, как и Раскольников. Да? Ну, не случайно мы же такое. Творилья, трожащая, да? Или право имею. А почему тогда не преступление и наказание? Это же тоже школьная программа. Заодно очень хороший вопрос, очень хороший вопрос и гораздо худший ответ. Да, я скажу даже не столько почему, потому что на самом деле преступление и наказание такая история, с которой я как с Пушкиным на дружеской ноге, да, с которой, ну, я, так сказать, тесно общаюсь. Да, это история, которая меня очень волнует с театральной точки зрения и так далее и тому подобное. И я думаю, что рано или поздно я как-то за нее-таки возьмусь. Но, я так скажу, очень разный угол зрения и очень разная степень погружения. Потому что, если про веревку говорить, конечно, как про преступление и наказание, ну, давайте будем честны, это, конечно, такое преступление и наказание light. Ну, да, абсолютно light. Это очень light. Это для меня немножечко разные цели. Да, в истории веревки, да, что для меня, конечно, дорого, есть такое нормальное человеческое высказывание. Человеческое высказывание про некую степень, там, человеческой ответственности, да. Для меня вообще, если говорить личностно, веревка, эта история не про этих двоих, которые третьего убили, а про их учителя. И главное, что происходит там, да, это когда этот самый учитель, да, совершенно сокрушенный в финале, хотя при всем этом внешнем, да, ну, разрешении некоим ситуацией, да, и почти моралите у Гамильтона выписанного, да, и, в общем, и у Хичкока реализованного, да. Но это ведь совершенно чудовищное поражение, да, как бы человека. Человека, который выясняет, что оказывается, когда-то много лет назад сказанное слово превратилось сейчас в реальную совершенно смерть одного и в реальную, ну, такую внутреннюю, душевную, духовную смерть двух других, да. И это такое чудовищное поражение человека, взрослого человека, педагога, там, и так далее. День удушения Возможно, это свидетельство наступающего маразма, но должен признать, я не поклонник черного юмора. Юмор вышел непреднамеренно. Но вы же не верите в эти теории? Конечно верю. Вы меня разобили? Нет. С чего вы взяли? То есть вы считаете убийство это искусство, которым могут заниматься некоторые высшие существа, так? Сезон. Сезон. Ну, теперь я уверен, что вы шунтите. О нет, я крайне серьезный тип. Тогда кто же будет решать, кого отнести к низшей расе, поставляющей жертву для убийц? Те избранные, кто совершает убийство. И кто же они? Я сам. Вернемся к Хичкоку. Вот смотрите, он на самом деле великий экспериментатор. Тут никаких вопросов нет. Несколько экспериментов он действительно попробовал вот именно в веревке своих. Шесть кадров, шесть планов всего-навсего, которые склеены. Ну, его же мечта снять одним вообще планом. Да, да, да. Кстати, Сокуров, по-моему, да, снял же у нас одним планом? Да. Ну, почти план. Да, да, да. Ну, много чего. В общем, и Иньарит уже в Бёрдме тоже отчасти к этому стремился. Там же тоже минимально. Так вот, в спектакле какой эксперимент ставите вы? О, это интересно. Ну, вот отчасти, 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 если говорить по такой внутренней структуре, отчасти это эксперимент как раз вот тот, пожалуй, в котором я, может быть, более всего с Хичкоком конфликтую. Потому что Хичкок акценты расставляет в этом фильме, что, мне кажется, не всегда ему свойственно с очевидностью прям пафоса, да. Для меня как раз эксперимент попробовать сделать такую, вот именно в этой истории, сделать такую очень холодную, по-своему, очень дистанцированную историю, в которой будьте любезны, расставляйте акценты сами. Это я сейчас немножко форсирую, да, с акцентом по поводу того, что, конечно, это для меня, лично для меня, и я бы вот лично, я как зритель расставлял бы акценты именно так. Это история вот этого потрясения-поражения, крушения, а на самом деле мне очень хочется как раз создать ту структуру, в которой там, в зале, возникает, так сказать... То есть такое многоточие, да? Многоточие, и вот именно эта история, когда, друзья, понимаете, я в очередной раз все более и более, ну так, для себя серьезно отрабатываю одну и ту же вечную мысль, там, в том числе, которую, ну, начиная с очень давно усопших и великих режиссеров, все повторяли, но почему-то мы ее очень часто теряем. Ребята, образ, чувства, эмоции – это то, что должно, прежде всего, возникать в зрительном зале. Отдайте им туда. Если вы у них это отнимете, театр превращается немножко в ложную кафедру, не в ту немножко, про которую Гоголь говорит. А можно, господа, еще раз вот этот кусок, начиная с того, как, во-первых, Вероника, сразу вырезайся. Паузу какую-то держишь, твердо знай реплику Лешину. Я ему иду первым же, ножка или я же, позвольте, я вам помогу. А там пауза, и все так, ну, надо что-то доиграть, понимаете, что называется. Давайте вот с этого момента. Сереж, я должен извиниться. Да, я должен извиниться за Дэвида. О чем этот спектакль для сегодняшнего зрителя? Для меня, ну, тут для меня две мощнейших темы. Я не могу здесь сказать про одну. Про одну я коснулся, да, это как раз ответственности за любое слово и мельчайшее действие, потому что мы живем сейчас, особенно в таком информационном поле, что иногда, простите, ты пишешь два слова в Фейсбуке и не представляешь себе, что где-нибудь в другом конце мира через полчаса из-за этого кто-то повесился. Простите, а это ведь, ну, вполне себе реальность, да. И мы иногда абсолютно не чувствуем ответственности. Простите, сейчас, да, где там, в Ставрополе, да, судят парня, который просто в дебаты вступил в какой-то там группе в соцсетях, да, и сказал, там несколько буквально фраз, да, там были долгие, как я понимаю, дебаты, но общие установки простые, да, Бога нет, а Библия – это сборник еврейских сказок. Человек судит, человек и судит, и он вполне реально может сесть на определенный срок. Он, когда это писал, он вообще не мог себе представить, что это, ну, как бы, вообще что-то будет в связи с этим, кроме, извините, за грубое слово, ну, срача в интернете. По-другому не могу это назвать. Стишок-пирожок есть такой, да, это, может быть, и вырежется. Олег присел за рисование, за сочинение сел Андрей. Такое нынче, братцы, время, за что угодно можно сесть. Да, 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 да. Вот, но я даже не к тому, что сесть, а к тому, что мы до сих пор не понимаем зачастую, да, цену, ответственность, да, ответственность и возможную цену любого малейшего поступка. Мы все на виду, мы все, нас всех кто-нибудь слушает. Я, мне ужасно иногда... Это не маниакальность, нет, что всех слушают? Мне кажется, не маниакальность, мне кажется, не маниакальность. Нет, я же не говорю, что мы все так все друг другу интересны. Но любое твое слово вдруг может кому-то оказаться интересным. И я сейчас совсем не про спецслужбы, понимаете? А вторая, тоже не очень маловажная вещь. Мы действительно живем в мире, в котором, по моему ощущению, цена человеческой жизни падает, 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 падает. Это вы скажите жителям Средневековья. Ну, это верно, это верно, но, тем не менее, та цивилизация, как бы, вроде бы, в которой мы сейчас живем, она, вроде как, как главная ценность ставит человека со всеми его правами, и, главным образом, в общем, главное право, это право на жизнь. А чем больше я читаю, здесь ведь не только там, ну, смерть, в буквальном смысле слова, но сколько этого происходит всего, и особенно вот в этой среде, в среде совсем молодых ребят. А здесь ведь очень тип, еще определенный тип молодых ребят, здесь этой пьесы слова не выкинешь, и в этом смысле это неплохо, потому что это же такая немножко золотая молодежь, которая еще на багаже собственных пап, мам, дядь и прочих, да, чувствует абсолютную, собственно, ну, как бы, абсолютную вседозволенность, абсолютную безнаказанность, да, она, тем более, да, в своем сознании эту человеческую жизнь, там, вообще, очень мало во что ставит. А Дэвид здесь? Я думал, он придет с вами. Он сказал, мы увидимся тут. А откуда же он звонит? С ним говорила горничная. Он был в клубе, готовился к экзамену, играя в теннис. О, Дэвид и не к чему учится, а вот так, в тишкам умер. Дэвид лобок, можно позавидовать. А, ждет миссис Кэнфри. Как обычно, в сей раз поостуду. Надеюсь, Дэвид скоро прибудет и сам позвонит ей. Ну, Дэвид ее единственный ребят. И мой тоже. Но я не мешаю ему взрослеть. А давайте я ей сейчас позвоню и скажу, что он задерживает. Не надо с ней нянчиться. Ну, может, Дэвид заехал к ней по дороге? Мистер Кэнфри. Благодарю. Я могу позвонить? Да, конечно, телефон в спальне. Так удобно. Еще пока нечет. Нет, пока рано. А вот теперь можно. Очаровательный юноша, вот бы Дэвид общался с ним почаще. Да, я сейчас позвоню. Еще один вопрос. К Хичкоку вернемся. Камео есть? Камео, я не знаю, есть смысл пояснить или нет. Ну, давайте поясним. Да, это... Камео, это когда сам автор, ну, режиссер появляется в кадре. И, по-моему, у него там в районе 40, да, было заявлений в своих фильмах. Так вот, в вашем Хичкоковском эксперименте камео ваше будет? Вообще, я люблю тоже камео, всякие такие небольшие. Нет, я, конечно, появиться не появлюсь. За ширмой? Появиться я, конечно, не появлюсь. Я надеюсь, тут уже был один спектакль, в котором мне пришлось появляться в какой-то момент по совершенно трагическим обстоятельствам. Вот, но небольшое будет. Тайну сохраним. Вот. Ну, а... А и так я очень люблю. Мне самое смешное, мне больше всего, в общем-то, нравилось из всех моих камео-режиссерских, это когда мы делали украшение строптивой Шекспира, и там мы придумали такую дурацкую историю, там есть такой текст, просто когда, говорит, передвигать вас можно, говорит Катарина Петруччева, она из знаменитых ключевой сцене, он говорит, то есть как? Она ему говорит, как этот стул? И по Шекспиру, по тексту Петруччев говорит, садись же на меня. А мы, такая там очень игровая история была, прямо игровая-игровая, мы придумали, что эту фразу говорит стул. И так стул, говорят, как этот стул? И вдруг стул говорит, садись же на меня. Мы долго изобретали, каким же голосом должен говорить стул? Вот, и вот голос стула это был я. Хорошо. Пока не знаю. Вот, скажу честно, наверное, пойду лишь для того, чтобы услышать, как говорит стул. Так это следующее по шляпе, извини. Только ее надо не резко вмазывать. Эта картинка как раз, она вам в шляпу дает, входит. С акцентом вместе. Только мягче ее надо давать. Дальше. Дальше. Оп. На самом деле, на самом деле, это ведь такая любопытная история. Для меня же в какой-то степени это совсем другое, но продолжение того, что мы когда-то начинали в Удяленом. Как бы опять камерная сцена, и опять какая-то история кино. Вот, кстати, очень хорошая вещь. Хотели об этом поговорить еще перед тем, как сели вот за этот стол? Театру столько раз предрекали смерть, да? Предрекали, когда появилось телевидение, предрекали, когда появилось кино, потом телевидение, сейчас интернет, ютуб. Помрет ли? Да нет, видимо, не помрет уже, раз не помер от этого всего. Даже секрет понятен, потому что природа энергии другая. Вот тут другим ничем не объяснить. Природа энергии другая. Потому что кино, это все-таки энергия кадра прежде всего, да, как бы, там, интернет вообще какая-то отдельная энергия, телевидение тоже, да, что-то такое. Здесь все-таки театр, это единственное место, где эта энергия живого человека, да, как бы, и она ведь, ну, и есть главный наркотик в театре. Мы же вот, не случайно там, зритель вряд ли говорит такими категориями, а мы иногда говорим, вот этими категориями там идет энергия какая-то со сцены, или наоборот, вот твою энергию как зритель, это ведь не в том смысле хохочет, не хохочет, да, а просто как энергообмен, вот, а вот такого энергообмена его нет нигде. Из-за этого энергообмена, во-первых, люди театра, ну, так сказать, извините за такую терминологию, подсаживаются на театр, да, почему из него, как только ты в него попадаешь, ну, с точки зрения там, этой стороны рампы, да, так сложно выбраться, и за счет чего зачастую в него также попадает и зритель, да, и вдруг не может выбраться, оттуда, вот, и именно поэтому вот эту энергию, ну, ничем заменить нельзя, и более того, у меня это ощущение иногда как раз обратное, что чем больше интернета, чем больше интернет, ведь, с одной стороны, это абсолютно бесконечные возможности, да, как бы общения, а с другой стороны, это совершенно формализация общения, да, ну, как бы, это когда смех, извините, изображается лайками, да, я все время думаю, а реально за этими лайками человек смеется, нет, а вы вспомните себя, когда вы ставите лайки, вы когда-нибудь улыбаетесь, иногда может быть, да, да, понимаете, и вот в этой ситуации формализующегося общения, да, очень формализующегося, мы же в жизни начинаем, ну, довольно поверхностно общаться, по большому счету, во многом это где-то и темп жизни заставляет, и все эти привычки, в том числе, и из интернета несущиеся, и тут особенно нужно место, ну, где это общение неформально, а театр, это ведь, ну, такая форма неформального общения, сложного, трудного, иногда мучительного, но диалога, да, такого, другое дело, что, конечно, к нему нужно иметь потребность, какую-то плюс-минус осознанную, чтобы ты понимаешь, да, что именно за этим ты сюда пришел, да, то есть вы, значит, все-таки считаете, что загонять в театр нельзя? Загонять нельзя, потому что, ну, нет хуже ничего, чем вынужденный диалог. Ну, хорошо, я думаю, что вы меня на самом деле убедили, потому что я даже, наверное, приду не один, а со своей дочерью, которая 16 лет. Вот это очень хорошо, вот это очень хорошо. Мне кажется, что при всей, я говорю, 18+, здесь 16 лет, это как раз тот возраст, которым очень хорошо смотреть эту историю. Замечательно, что я вас хоть на сколько-то убедил. Ждем. Удалось. Ждем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну что, Тима, как ты там? Хорошо. Ну нормально, то есть люк не нужен. В принципе, люк не нужен. Я подумал, что он нужен. Нормально поспал. Что уходит, печенье, панцет. Нормально. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!